И тут как раз здесь ситуация регистрации. Булат Бакеев один из учредителей фонда. Всего же их четыре. Все пострадавшие клиенты Интех и Татфонбанка. Булат Бакеев юридическое лицо, владелец группы компаний Экомат, посовместитель с заместителем заведующего кафедры банковского дела КАИ. В общей сложности на счетах у него зависло порядка 900 тысяч рублей. Хочется сделать что-то хорошее, помочь людям, которые попали в беду. Я их прекрасно понимаю, сам тоже в таком положении. При этом не уточняется, кому отдадут предпочтение в помощи. По словам Булата Бакеева, всем обратившимся. А это как физ, так и юрлица. Наполнять же финансовую организацию будут на безвозмездной основе. Опять-таки все желающие. Под этим словом подразумевают тех, у кого есть свободные для вложения активы. Учитывая сумму долгов банков перед вкладчиками, такие активы могут быть только в закромах крупных татарстанских предприятий. Какая выгода может быть крупным предприятиям, чтобы стабилизировался класс малого и среднего бизнеса? Могут быть крупным бизнесом. Могут быть они выступать подрядчиками, чтобы они нормально работали поставщиками. Они могут быть потребителями продукции этих предприятий. Сейчас главная задача создать прозрачный и юридически чистый механизм помощи пострадавшим клиентам банков, лишенных лицензии. Банкротам, в частности Татфонбанк, могут признать уже 11 апреля. На этот день арбитражный суд назначил заседание по делу. А судебное заседание по Интехбанку назначено на 12 апреля. Сейчас фонд приобрел статус юридического лица. В ближайшее время начнется поиск офиса и набор сотрудников. Затем в течение трех месяцев сформируется попечительский совет. А уже по истечению этого срока начнется конкретная работа по выплатам пострадавшим вкладчикам Интехбанка и Татфонбанка. Александр Севастьянов, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань.